Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Со счетом 101-58 Самарский политех победил Ставропольчанку в очередном туре женской суперлиги. Первый матч сдвоенной серии игр получился рекордным для Самарского клуба. Команда впервые в своей истории набрала более 100 очков за матч. Такой результат стал возможным благодаря снайперским броскам Полины Завьяловой 21 балл и Елены Мельниковой 17. Второй поединок прошел в равной борьбе и в финальной четверти счет на табло был 70-70. Однако вновь свои способности точно забивать двухочковые проявила Елена Мельникова. В итоге вторая победа политеха со счетом 81-75 позволила команде закрепиться на первом месте суперлиги. Очередные матчи пройдут в выходные в спорткомплексе СамГТУ в 17.00 в Постниковом овраге. Гости – команда Ростов. Занимает седьмую строчку турнирной таблицы. Дмитрий Ефимов завоевал серебряную медаль среди юниоров на первенстве страны по акватлону. Но разновидность современного пятиборья включает в себя только бег и плавание. В Новочебоксарске Чувашии самарскому мастеру спорта на три дистанции потребовалось 28 минут и 53 секунды. Программа первенства включала плавание тысячу метров и две дистанции бега в общей сложности 5 километров. В этом году на старт всероссийского первенства по акватлону вышли почти 300 спортсменов из 11 регионов страны. И еще одной медалью в Самарской копилке стало больше. Сергей Батуков привез бронзовую медаль с чемпионата мира по велоспорту. Самарский паралимпийц в Лос-Анджелесе США на треке успешно выступил против 70 спортсменов из 20 стран. В личном зачете на дистанции тысячу метров Батуков занял седьмое место и показал время 1 минута 12 секунд. В командном спринте в квалификации Сергей был уже третьим, а в финале за бронзовую медаль сборная России обогнала паралимпийцев из Чехии. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.